Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем смотреть фильм про Сирена Голового. Существует легенда, я не знаю, правда это или нет, как вы сами думаете, напишите прямо сейчас в комментариях. Если посмотреть разом две части фильма про Сирена Голового в 3 часа ночи, то он придет, вы сможете его увидеть или услышать. Я не знаю, правда это или нет, но у некоторых блогеров реально получилось увидеть и услышать Сирена Голового после просмотров этих фильмов, ребята. Так что давайте не будем затягивать. Если вы видели этот фильм, напишите в комментариях. Если же нет, тоже напишите, ребята, чтобы я знала, кто видел, а кто впервые увидел это видео на моем канале. Это видео очень страшное, поэтому те, кто боится, лучше убрать и выключить это видео. Так что, ребята, не забудьте поставить лайкосик обязательно перед просмотром, а мы начинаем смотреть фильм про Сирена Голового. Так, какой-то чувак, короче, кидает камушки по воде. Они прыгают. Кстати, вы в детстве так делали? Так, что-то кто-то ему позвонил, и он ушел. Между прочим, это место напоминает одно из моих мест, где я снимала видео. Он нашел какую-то записку. Записка про то, что там написано что-то было типа того, что опасная зона, здесь можно увидеть Сирена Голового. Он нашел чью-то куртку с пятнами крови. Слышит крик. Слышит крик. По-моему, даже это крик женский какой-то. Она глядывается и ничего не видит. Типично для обычного фильма ужаса, пока я ничего странного не замечаю. Так, он куда-то идет. Он находит ботинок. Чей-то ботинок, и он тоже в крови. Странно. Неужели он реально... Опачки! Пошел звук... Сирена Головый. Сирена Головый за холмом, и он его увидел. Этот звук, звук Сирена Голового. Просто жесть. Зачем он туда вообще идет, если он видит, что там идет Сирена Головый? Я не понимаю, для чего идти за ним. Надо бежать прочь. Это типично для всех фильмов ужаса. Он карабкается. Карабкается. Для чего? Хочет поближе убедиться в том, что он действительно увидел Сирена Голового. Отчуметь! Отчуметь! Короче, ребят, сейчас Сирена Головый идет за ним. Издает вот этот противный звук. Он так странно ходит, этот Сирена Головый. Чувак, тебе не спастись, чувак. Посмотри, он огромный. Он спустился вниз и бежит бегом. Мне кажется, Сирена Головым можно просто оттуда перешагнуть и все. Нет. Черт! Он чуть-чуть его не заметил. Это Сирена Головый говорит? А-а-а! Жесть! Этот чувак нашел руку оторванную. Он испугался, Сирена Головый опять его заметил. Во! Он бежит как быстро за ним. У меня реально мурашки. Черт, 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 черт! Все, ребятам, крышка. Сирена Головый его убил. А-а-а! Мать моя женщина. Конец. Так, ребят, следом я включаю вторую часть про Сирена Голового. И она вот начинается, что по радио передают, что опасная обстановка, что участились нападения Сирена Головых. И, видимо, какая-то группа людей на машине едут разобраться в этой причине. У них вот отмечено красным, это, я так понимаю, место, где обитает Сирена Головая, а зеленым это они, в смысле, то есть они едут к точке назначения, вот к этой красной точке назначения. Так, отлично, они приехали в то место, в какое они и ехали, собственно говоря. Так, это два парня. Они, видимо, хотят испытать судьбу и хотят заснять, собственно говоря, Сирена Голового. У них специальное оборудование, вот датчик, который следит, квадрик, который должен увидеть Сирена Голового издалека. Просто жесть. Ребята, кстати, потом напишите, какой фильм вам больше понравился, первый или второй. Но никогда не смотрите его в три часа ночи. Я вот решила попробовать посмотреть просто днем. Если вы хотите, я посмотрю это ночью, если сейчас ничего не будет. Так, они нашли его. Вот они распознают именно, видите, у них на экране, на тепловизоре. А, нет, это дерево. Нет, 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 они перепутали. Что-то сейчас с камерой происходит. Всегда он, понимаете, он сломал квадрокоптер, потому что Сирена Головый он работает на таких частотах, что вся техника не выдержит. Если он хочет этого, все ломается к черту нафиг. Так, они решаются сходить и забрать сломанный квадрокоптер, потому что он, видимо, стоит очень дорого, и им, ну, жалко. Поэтому они разделяются, и один из них, черт подери, орет. Видимо, Сирена Головый его настиг. Он слышит, чтобы все вернулись на места, потому что очень опасный. А, это говорит, это говорит квадрокоптер, что-что. Все, это Сирена Головый специально так сделал. Все, они даже не успели. Он хочет сесть в машину и ехать, навряд ли у него что-то получится. Так, он едет, он все-таки завел машину. Он бросил друга. А, вот он его, вот он его подхватил. Сейчас он сядет. Он говорит, садись быстрее, садись быстрее. Садись быстрее, на газ. Смотрите, как быстро бежит Сирена Головый. А, чуметь, просто, просто жесть. Все, он схватил машину. Все, он вытряхивает их. Это просто же... А, после такого вряд ли кто-то останется в живых. Нет. Они выжили. Пытаются выйти. Сиреноголового поблизости нет. Возможно, он подумал, что он их уже прикончил, пришил. Так, ребята, выбирайте из машины. Что они будут делать дальше? Черт! Ба, ба, ба! Он его пытается что-то сталкать. А, нет, он его чуть-чуть так это и вышвырнул. Я думала, он его в свои сирены там сожрет как-то, я не знаю. Ребята, обязательно пишите в комментариях, кто смотрит этот фильм впервые. Он облокотился и надеется, что его это спасет. Черт! Что за хрень? Это нога сиреноголового. Он спрятался, думал, за дерево. А это нога! Итак, ребята, прямо сейчас мы вместе с вами посмотрели две части фильма про сиреноголового. Ну и давайте же проверим, что-то вообще поменялось или нет. Странные какие-то звуки. Вообще говорят, что мы должны увидеть или услышать как минимум сиреноголового. Сейчас мы с вами отправимся в лес. Ну, посмотрим там, что-нибудь есть или нет. Ну, не знаю, вообще сработает это, потому что мы это снимаем днем, как вы видите. Я посмотрела фильм, реально он жуткий, просто жуткий. Очень много страшных моментов. И если реально встретить сирену... Смотри, мне уже теперь кажется, что стволы деревьев – это ноги сиреноголового, как в том кино. Очуметь просто. Сейчас посмотрим. Если не сработал, тогда будем... Ну, мы в любом случае будем пробовать в 3 часа ночи смотреть, пересматривать этот фильм. Я, конечно, не буду уже вместе с вами это все показывать. Я просто посмотрю, и потом мы отправимся с вами в лес. Реально, иди сюда. Смотри. Он, короче, чувак, прям такой встал, типа, спрятался за деревом, смотри. А потом такой повернулся, и такой, типа, очуметь нога сиреноголового, да? Тихо, тихо, тихо. Чувак, ты слышишь это? Слышишь? Нет, это звук сирены. Офигеть. Те чуваки из фильма, когда услышали звук сирены, пришел сиреноголовый и сожрал их нафиг. Неужели это правда? Неужели это правда, что, посмотрев эти гребаные 2 фильма, ты можешь встретить сирену? Погоди. Блин, ну, я вообще, это, ну, нереально, этого просто не может быть здесь. Просто звучит звук нафиг, блин, этой сраной сирены. Вот я сейчас рискую просто, я не знаю. Я иду, просто, честно сказать, я иду на звук просто. А-а-а! Тватья! Что это за хрень? Что это за хрень, нафиг, блин? Подожди, стой, подожди. Кто это нахрен сделал здесь? Это вообще что? Это кто? Я понятия не имею. Может быть, это какая-нибудь очередная жертва сиреноголового? Я фиг его знает. Я подходить не буду, трогать не буду. Ребята, может, реально здесь сирена кого-то уже замочила, и нам надо валить отсюда. Может быть, это нереально. Такое существует, блин. Да вали ты, не снимай, надо полицию вызывать. Все, ребята, всем до новых встреч, всем пока.